МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С точки зрения психологии этот возраст оптимален, потому что он совпадает с таким возрастным периодом, который все знают, называется кризис трех лет. С двух до четырех лет самый лучший период, когда ребенок может безболезненно перейти в какую-то новую для себя обстановку, в новую компанию с новым взрослым. Этот период, кризис трех лет, он в основном характеризуется тем, что личность ребенка приобретает новые черты. Он обретает свои личностные границы. И как раз-таки детский сад с его режимом дня, с его распорядком, с правилами поведения, с другими людьми, с которыми сталкивается ребенок, другими взрослыми, как раз-таки они ему очень помогают для того, чтобы личностно вырасти. И, соответственно, это облегчает его адаптацию в дошкольном учреждении. Вот, кстати говоря, адаптация этого слова, мне кажется, боятся все родители. По порядку, опять же, начнем. Как подготовить ребенка к детскому саду? Все-таки вы действительно правильно сказали. Там режим, там совсем по-другому. Уже не делай то, что ты хочешь. Делай то, что нужно делать. Как подготовить, чтобы ребенок спокойно воспринимать? Слово адаптация пугаться не нужно, потому что с рождения мы все адаптируемся. Как только мы родились, так и начинается адаптация к разным условиям. Поэтому это наше выживание в среде. Кто адаптировался, тот остался проживать дальше. Как подготовить родителей? Родители, наверное, в свою очередь будут как-то ребенка настраивать, книжки, может быть, какие-то. Вы знаете, и чаще всего ребенок проходит хуже адаптацию, если плохо подготовлен родитель. Потому что, конечно, его переживания, переживания мамы, тревоги, передаются всегда ребенку. И чем более доброжелательно мама будет относиться к этому, и к детскому саду, и к этому адаптационному периоду, более мягче, спокойнее, и у ребенка, конечно, это тоже все пройдет. Понятно, что одни дети, те, кто экстраверты, они быстрее привыкают к окружающим изменениям, кто-то медленнее или не привыкнет, так скажем. Поэтому у всех это по-разному происходит. А вот как родителю-то взять себя в руки? Тут с ребенком бы совладать, а с собой, наверное, еще тяжелее. Как себя настроить? Ну, во-первых, родитель как настроен? Он идет, наверное, на работу, прежде всего, мама. Выходит на работу, и поэтому с этим связано... Потому что если кто-то считает, что нужно социализировать ребенка и отдать для этого в детский сад, то это не совсем так, на самом деле. Потому что можно отдать в кратковременную группу, например. И это будет социализация уже. Это будет социализация, да. Много различных там, не знаю, кружков каких-то, развивалочек там. Туда можно ходить. И раньше просто гуляли во дворе, и это тоже была социализация. Это не обязательно, если она сидит дома, и она отдала в детский сад ребенка, это идет социализация, и она сидит, переживает. Вот, поэтому если мама идет на работу, это, конечно, лучше всего, потому что у нее все-таки голова будет не только занята переживанием, но еще и, конечно, работой. Вот, ну, а вообще хочу сказать, что практически в каждом детском саду есть психологи. И если назревает вопрос, то, конечно, нужно со специалистом обсудить свою тревогу, потому что у всех тревоги разные. Нужно просто рассказать, чего все-таки боится, за что переживает так мама. Я думаю, что все будет нормально. Тима Витальевна, а что стоит рассказывать ребенку о детском садике? Вот что ему рассказать, чтобы не напугать, не насторожить? Во-первых, скажем так, нужно, во-первых, проанализировать свой жизненный опыт. У многих родителей был собственный опыт посещения детского садика. У кого-то более позитивный, у кого-то более негативный. И здесь самое главное, не переносить свои страхи и переживания на своего ребенка. Вот. Это первое. И тем более не рассказывать ему об этом. Естественно. Не переносить, соответственно, не рассказывать. Конечно же, необходимо заранее ребенка познакомить с тем местом, куда он пойдет. То есть, если вы примерно представляете, в какой детский садик будет получена путевка, можно гулять около этого садика, особенно в то время, когда ребятки там гуляют. И рассказывать, чем они занимаются, во что они играют, как там устроена жизнь. И это не разовое мероприятие. Это нужно делать достаточно длительное время, чтобы ребенок привык, он увидел, что там все прекрасно. Ну, как бы хорошо и ничего страшного нет. Причем не говорить, что мы с тобой туда пойдем, а просто ходить вокруг и рассказывать, как там чудесно. Да. Вот дети делают то-то, вот они гуляют, вот воспитательница, вот у них тут площадка, игрушки выносятся. Вот такое есть место, детский садик. Естественно, конечно же, следует заранее узнать режим дня в детском садике. И домашний режим примерно под этот новый режим подстроить. Хотя бы время укладывания спать, подъема, время принятия пищи и так далее. Чтобы для ребенка не было резкой перемены вот этой разгульного образа жени дома. Когда вот, когда хочет кушать, тогда и кушает. Когда хочет спать, тогда и спит. Тем более, что в современном обществе очень часто домашние дети ложатся спать вместе со взрослыми. И это не 9 часов вечера, это гораздо позже. Вот. А ребенок должен высыпаться, он должен спать 8-9 часов. И отдохнувший, спокойный ребенок пойдет в детский сад лучше. Если он не выспался, задерганный, подумайте о себе. Вот если вы не выспались, вы пошли на работу, с вами, с вас-то что-то требует. Будете ли вы довольны и счастливы? Скорее, нет. Вряд ли. Вряд ли, конечно. Только плакать и проситься домой к маме, к сожалению, возможности на работе не бывает. Но вот это страшно все-таки слово адаптация. Как она протекает? Как она может протекать? Как уже Ирина Владимировна сказала, адаптация – это естественный процесс для любого живого существа. В первый, скажем так, момент адаптацию проходят все дети. Даже те, кто потом впоследствии прекрасно адаптируется к детскому садику. Это нормальная ситуация, привыкание к новым условиям. И в первые дни, в первую неделю родитель не стоит ему серьезно крылами закрывать ребенка, если он начинает плакать, капризничать, у него меняется сон, меняется аппетит и так далее. Нормальные проявления физиологии и психики на изменении комфортных условий. Если же подобные проявления длятся, длятся и длятся, и нормальная адаптация происходит примерно около месяца. Со средней адаптацией дети 2-3 месяца адаптируются. Дети очень сложно, трудно адаптируются до полугода. И если совсем уж, ну никак, все сделали, к специалистам обратились и поработали с ребенком и с родителем, ну никак, ну это тогда уже действительно не садовский ребенок. Ну это ближе к году. Да, это ближе к году. То есть мы все равно целый год водим ребенка, и если нет, это не садовский ребенок. Ничего в этом тоже страшного нету, потому что детские сады у нас стали появляться... Только в 20 веке, с такой, с ростом индустриализации, когда появились много заводов, фабрик, и взрослые вынуждены были и женщины, и мужчины целый день проводить где-то вдали от дома. И детей надо, кто-то их воспитывал. Поэтому некоторые говорят, мой какой-то не такой, если мы там к саду, он не может приспособиться. Нет, все нормально. Это тоже, да, вариант нормы. Перед многими родителями, мне кажется, стоит вопрос, стоит ли запихивать ребенка в группы и убегать, или все-таки как-то его надо уговорить, чтобы он туда сам пошел, спокойно, без слез. Нет, ну запихивать, конечно, не надо. Нет, не надо. В любом случае не нужно этого делать, да. Нужно проговаривать, пока вы ведете его туда, хотя он там и плачет, и сейчас еще не готов. Может быть, посидеть, пока он заходит, сказать, я вот посижу, посмотреть, как он там будет. Может быть, зайти даже с ним. То есть разные варианты бывают. Бывает так, что к одному воспитателю он лучше адаптируется, чем к другому. Это не значит, что другой, да, второй воспитатель, он хуже. Просто тогда, может быть, пока вводить к одному, потом постепенно, чтобы он привыкал к другому воспитателю. Ну, то есть разные вариации. Нужно просто посмотреть, как он приспосабливается и помочь ему в этом. Да, бывает, что ребенок с мамой в раздевалке плачет, не хочет. Войдя в группу, он переключается на детей, на игрушки. И воспитатель после родителей говорит, нет, нормально, все хорошо, но вечером ребенок, увидев маму, опять начинает плакать. От радости соскучился. От соскучился, да. Здесь как бы вопрос именно в отношении мамы. А вот стоит ли родителю находиться в группе? Если да, то как долго? Я думаю, что находиться в группе не стоит, потому что ребенок входит в новый для себя мир, в новый порядок, где главным является не мама, а воспитатель. А как только мама, она тоже начинает конкурировать по главности. Естественно, он на маму будет ориентироваться. Наверное, процесс может быть и затянется даже. Да, да, да. И он может быть совершенно... Оказаться не садовским, потому что мама ему перебила весь процесс адаптации. Завести саму группу, посидеть, может быть, в раздевалке немножко, чтобы он успокоился, что я здесь, да. Но потом тихонечко нужно все равно уйти. Дети очень умные, они быстро понимают, на какие рычаги нужно надавить, чтобы получить желаемое. Как понять, ребенок действительно переживает или уже в какой-то степени манипулирует родителям? Если происходит манипуляция, то ребенок по-разному себя ведет с разными взрослыми. Бывает, что, допустим, ведет бабушка, ведет папа в садик, все нормально. Ведет мама, по дороге верю в концерт. И, естественно, многие родители чувствуют, когда дети манипулируют ими. Но если уж совсем трудно разобраться, конечно же, есть специалисты, которые помогут в этом разобраться и дадут совет, как разрулить ситуацию в том направлении, которое требуется. Ну и воспитатель подскажет. Все равно воспитатель, как третье лицо, увидит, что манипулирует ребенок. Она же расскажет, как он ведет без, допустим, родителей, как с ними. Поэтому нужно тоже к этому прислушаться. А какие ошибки чаще всего допускают родители во время адаптации ребенка? Первая ошибка, которую они допускают, это, скажем так, идут на поводу у собственных слабостей, у собственных страхов, у собственных тревог. И когда, допустим, ребенок говорит, не хочу, не буду, плохая воспитательница, меня там Вася Петя ударил, там каша невкусная и так далее, то родители в гневе либо начинают разбираться, что там у вас происходит, либо забирают ребенка из садика. Он говорит, нет, нам это не подходит, не тот садик, или там не пойдем мы в садик. И родитель в дошкольном, скажем так, воспитании, он главный участник, главный. И от родителя очень многое зависит, как ситуация разовьется, как ребенок будет реагировать. Поэтому сначала успокаиваем себя, сначала разбираемся со своими. С собой, да. А потом уже регулируем отношения с ребенком. То есть вот это главные ошибки, которые допускают взрослые? Нет, это не самая главная. В любом случае не перекладывают. Начинают там, допустим, говорить, мой ребенок не ест в детском саду. Это тоже идет все от себя, да, потому что как мы готовим, что у нас, и что мы же приходим, смотрим, что они кушают. И поэтому делаем тоже выводы, что он ест, что он не ест. Главное, что не нужно свои правила переносить на детский сад. Вот это самое важное. Если вы все-таки пришли в учреждение, там свой регламент, свои правила, этого все-таки стоит придерживаться. К специалисту стоит обращаться только, когда адаптация сильно затянулась? Или какие-то, может быть, есть признаки? Все, пора. Там, например, ребенок истерики устраивает. Вообще, вы знаете, я считаю так, мы все цивилизованные люди. И если есть какие-то вопросы, то не нужно обсуждать, ждать кризисы или обсуждать, не знаю, там, с подругой или с друзьями, или с такой же семьей, а как у вас. Все-таки сейчас в цивилизованном мире надо подойти к психологу, проговорить, задать вопрос и это сразу снять. Потому что, конечно, там профессионально уже ответят на этот вопрос. Не так, как у кого-то опыт какой-то есть, да. А с точки зрения профессиональной все скажут, как нужно сделать. Мы сейчас с вами говорили преимущественно о трехлетках. А когда ребенок идет позже, это там 5, 6, 4 года, адаптация протекает примерно так же или есть какие-то свои особенности? Здесь уже адаптация протекает по-разному, потому что в 5-6 лет ребенок уже достаточно большой. Он осознает себя, свое место в мире, окружающих людей. И он, допустим, если он склонен к манипуляциям, он уже делает это лучше, профессиональнее. И, соответственно, труднее родителям справиться. И многим детям в 4 года легче идти, например, чем в 3. Есть такие дети. Но в 5-6 лет это как бы не рекомендуется. Вот адаптация труднее происходит, когда ребенок идет позже. Чисто потому, что его психофизическое развитие уже двинулось вперед. Хотя, может быть, он спокойнее будет внешне, но внутренняя адаптация будет идти тяжелее. Он уже так не будет капризничать, как там трехлетка, например. Тревога будет внутри. Тревога будет внутри, да. Нередко от мамочек можно услышать, вот я старшего в полтора года отдала, и все было прекрасно, а вот этот в 4 пошел, и все плохо. Вот почему полтора года так, а в 4, например, более, может быть, сложно происходил адаптационный период? Или это какой-то индивидуальный случай? Да, конечно. Все по-разному. Поэтому мы все разные, и сказать четко, почему вот у этой семьи произошло так, очень сложно. Потому что у меня у самой лично такой же вот опыт был, вот про то, что вы говорите, Евгения. Старшая пошла легко, младшая в полтора года, наоборот, пошел он хуже намного. Поэтому одна семья, но дети разные. Разные температуры, характеры. А как понять, что адаптация прошла успешно? Это ребенок в припрыжку бежит в садик, или есть какие-то более объективные показатели? Вот, например, да, у меня ребенок, он утром ноет, не плачет, ноет, я не хочу в садик, а забираешь. Мама, мне было в садике весело. Это значит, что адаптация прошла успешно, или все-таки еще в процессе? Да, это значит, что адаптация прошла успешно. Конечно, ребенок в течение дня включается в жизнь детского сада, играет с детьми, участвует в режимных моментах, спит, ест, гуляет. Соответственно, он адаптирован к детскому саду. Если же он по каким-то признакам не делает этого, сидит в углу, не играет с ребятами, отказывается есть, не спит. Если он, опять же, плачет и ноет на протяжении всего пребывания в детском саду, даже кратковременно, то, конечно же, это говорит о том, что трудности с адаптацией у этого ребенка. А если, как вы говорите, ноет, ничего страшного. Вы знаете, мы же на работу идем тоже с удовольствием, но и вечером с работы тоже с удовольствием идем домой. Поэтому у него тоже так же. И мы им тоже иногда вышли. Ну вот, может быть, какие-то финальные советы родителям дошкольников, как подготовить, как, может быть, помочь наладить отношения со сверстниками, если такое возможно, в три года. Да, вот почему у нас сегодня так активно Дина Витальна, хочу сказать, в эфире, если кто-то захочет обратиться в центр, Дина Витальна как раз у нас по дошкольному возрасту. И она курирует и детские сады, психологов детских садов. Поэтому у нас в центре, она в районе, она уже очень много лет, куратор именно дошкольного возраста. То есть по налаживанию отношений между трехлетками можно смело обратиться к Дина Витальна? Да, да, смело обратиться ко мне. Во-первых, отношения между сверстниками формируются на протяжении всей жизни человека. И три года – это только начало, когда дети вдруг обнаруживают, что есть еще другие, и они другие. И нужно учитывать их интересы, их желания и так далее. И ребенок, который посещал детский садик, он научился вот этим социальным взаимоотношениям учитывать желания других, усмирять желания свои. И вот этот вот естественный детский эгоцентризм, он уходит. И приходит сотрудничество, приходит умение быть в коллективе, быть кленом коллектива, совместно что-то делать. Ребенок, который не посещал детский сад, а тем более если он единственный ребенок в семье, у него вот эти эгоцентрические черты сохраняются. Ему, конечно, бывает трудновато в начальной школе, но в принципе к концу первого класса уравниваются вот эти черты детей садовских и домашних. Вот, поэтому именно школа социальных отношений, детский сад. Но если это не ваше, это не ваше. То есть несадовские дети, они в природе действительно существуют. Это не значит, что родители сдались раньше срок. Нет, они существуют, они общаются, они могут быть успешны в жизни, и это нормально. Мы все очень разные. И просто нужно это понимать и принимать. Ребенка таким, какой он есть. Он другой человек. Он не такой же, как вы, он не ваш клон. Конечно. И это нормально. Первое сентября наступило, и вчерашние дошкольники перешагнули порог школы. И это было волнительно и для самих школьников, и для их родителей. Съемочная группа ОТВ побывала на Дне знаний в 6-м лицее. Давайте вспомним, как это было. Тетрадки и ручки куплены. Учебники аккуратно положены в портфель. Но пока новоиспеченные лицеисты налегке совершать первое путешествие в страну знаний так удобнее. Сложно сказать, кто больше волнуется, сами первоклассники или их родители. 1 сентября вчерашние малыши стали еще немного взрослей. Теперь они думают не только об игрушках и развлечениях, но и об уроках. И делятся друг с другом своим видением учебной программы. Научимся делать то, что мы не умеем делать. Например, как вести себя в походе, что там нужно делать и как это делать. Они приходят в эту жизнь, в школьную жизнь, все начиная с чистого листа. Вместе с ними начинаем с чистого листа и мы, учителя. Потому что они учатся у нас, а мы учимся у них. Поэтому пожелать им хочется не бояться. Идти вперед. И все будет хорошо. Ведущий праздника предложили первоклассным пассажирам в страну знаний отправиться на самолете. А перед взлетом приветствие командира экипажа, директора лицея Ирины Стрижак. Вы переступаете порог школы в юбилейный год, в 40-летие со дня основания лицея. Вам просто несказанно повезло. Вот в такую круглую дату вы переступаете порог и будете учениками Одинцовского лицея номер 6. Математика, русский язык, чтение, окружающий мир. И пока никакой физики. Внеурочные занятия, волнение перед выходом к доске и радость от правильно выполненного задания. Конечно, будут и сложности. У первоклассников начинается новая жизнь. Впрочем, помочь привыкнуть к новому статусу вчерашним дошколятам готовы не только педагоги, но и те, для кого этот учебный год в школе станет последним. Будущие выпускники, как никто другой, знают, что ждет первоклассников в 6-м лицее. В нашем лицее первоклассников ждут любых преподавателей, очень много знаний. И у нас есть самые лучшие преподаватели, и знания будут одни тоже самых лучших. Я надеюсь, что эти первоклассники, которые сейчас пожили, будут достойны, достойны смены нам. Пока сидеть за партой им непривычно, в саду чаще приходилось играть, сидя на ковре и бегать. Хотя у первоклассников уже есть представление о том, каким должен быть лицеист. Отлично. Отлично учиться. Я должен получать хорошие акции. Мы с вами, мы с вами, мы с вами желаем. И много. Скажите, что нам? Скажите, что нам? Новоиспеченные лицеисты готовы учиться считать, писать и читать. Но сначала нужно познакомиться с теми, с кем они проведут ближайшие 4 года в начальной школе. С первой учительницей и одноклассниками. Праздник завершен, наступают учебные будни. Пока в расписании учеников первых классов всего по три урока. Погружение в мир знаний должно быть постепенным. Спасибо. В прямом эфире ОТВ программа «Актуальное интервью». Тема выпуска «Адаптация детей к образовательным учреждениям». У нас в гостях директор Одинцовского районного центра сопровождения Ирина Владимировна Гути и педагог-психолог Татьяна Владимировна Песничевская. Татьяна Владимировна отвечает уже за школьников. Мы уже переросли в детский сад, пошли в первый класс. У нас очень часто встречаются статьи по поводу адаптации к детскому саду. У первоклассников адаптация тоже есть, правильно? Конечно. А отличается она от детсадовской? Ну, дело в том, что если мы возьмем совсем маленьких детсадовцев, которые только-только начинают поступать в детский сад, то, естественно, для них совершенно новые условия создаются. Точно так же и первоклассники, когда приходят в школу, они начинают осваивать совершенно новую для них учебную деятельность. И к этим значительным переменам в жизни им нужно адаптироваться. Потому что здесь нужно не только высидеть несколько уроков, но быть очень внимательным, усваивать учебный материал. Необходимо в это время не отвлекаться на сверстников, а потом еще и общаться с этими сверстниками, общаться с учителем. То есть все это очень непросто. Поэтому адаптация для них, конечно, очень нужна. Ну, понятно, что первоклассник не будет кричать, плакать и падать на землю, пытаясь избежать похода в школу. Как проявляется у первоклассников адаптация? Ну, дело в том, что если у первоклассника что-то не получается, например, на уроке он чувствует себя недостаточно успешным, или ему трудно просто длительное время сидеть на уроке, он начинает вставать, залезать под парту, начинает протестовать, отказывается выполнять какие-либо задания учителя, нарушает правила, которые были установлены в школе. У первоклассников может снижаться аппетит, они могут плакать, идя в школу, тоже отказываться. Да, точно так же не хотеть, как и маленькие. И прятаться даже, или от учителя. То есть это всё очень нелегко проходит, на самом деле. А как помочь этот процесс облегчить? Что нужно сделать? Вот немногие, ну, немногие, есть люди, которые стараются с другом отдать в один класс. Вроде как вместе им будет полегче. Правильно ли это, и какие ещё, может быть, есть способы облегчиться? На самом деле, это очень хороший вариант, когда идёт не только один ребёнок в класс первый, но ещё и ребята из его группы, из детского сада, или друзья из дома. То есть он себя чувствует там не один. Иногда даже берёт свою маленькую игрушку, не играет с ней на уроке, а вот оставляет её в своём рюкзачке, ну, это часть его дома, часть его, собственно, его пространства. Вот, да, поэтому для ребёнка важно ещё состояние спокойствия. Если родители дома создадут для него спокойную обстановку, если они вместе с ребёнком составят режим дня, то есть распорядок делового человека, да, теперь первоклассник уже. Вот, если, например, у него будет часовой сон, неспешное такое пробуждение заблаговременное, чтобы не было спешки, не было нервотрёпки при сборе в школу, если не забудут о прогулке в послеурочное время, и игре, которая необходима ребёнку точно так же, как и дошкольнику. Здесь только нужно ограничить общение ребёнка с компьютером, то есть ограничение гаджетов здесь поможет ребёнку. Ну, и, естественно, когда мы поддерживаем ребёнка, когда его уверенность в себе поднимаем, когда спрашиваем его о том, как у него дела в школе, что там происходит, не как он себя вёл, да, или какие у него успехи, а что интересного прошло в школе, какие новые знания он получил на уроке, вот это, естественно, его поддерживает и облегчает ему вот эту первоклассную жизнь. Конечно, родителям хочется, чтобы ребёнок выполнял задание правильно, в первом классе пока нет оценок, и ребёнок сам хочет быть успешным, но как не привить ему вот этот комплекс отличника, чтобы ему хотелось, вот чтобы всё было только правильно, и никак иначе? Как ему дать понять, что ошибка – это тоже нормально? Ну, на самом деле, сложная задача, да? Да, да. Потому что каждый родитель хочет, чтобы, конечно, ребёнок его был успешен. Поэтому здесь это с родителями точно надо на собраниях работать в первом классе. Да, это работа, да, прежде всего, конечно, родителей, чтобы они не ориентировали его именно на вот результат такой, на пятёрку, да, показывали, что если ты совершаешь какую-то ошибку, то есть возможность всегда её исправить. То есть отношения родителей к ошибке, естественно, будут потом сказываться на отношениях ребёнка к ней, если они будут спокойными, не передадут свою тревожность ребёнку. Потому что, вы понимаете, когда ребёнок – это часть родителей, это его продолжение, и родителю, конечно, хочется получить лучший результат. То есть, опять-таки, работа родителей с самим собой. В первую очередь. А стоит ли в этот период нагружать ребёнка секцией? Нет, вот что касается секций, да, действительно, это вопрос такой очень актуальный. Если ребёнок уже посещал какую-либо секцию, то есть смысл продолжить посещение, но только не присыщать занятия ребёнка различными спортивными секциями или в каких-то других кружках. То есть здесь должно быть ограничение. В первые полгода вообще желательно его в такой щадящий режим перевести, то есть убрать всё лишнее. Именно в полгода. Потом можно постепенно вводить, да, когда увидят родители, что адаптация как бы прошла хорошо. То есть ориентироваться на состояние ребёнка, на его адаптацию. А выходные. Как стоит проводить их, чтобы ребёнок отдохнул и был готов к учебной неделе? Ну, они, опять-таки, должны быть такими, чтобы ребёнок мог и погулять, да, чтобы он мог заняться интересными какими-то для него, да, играми, чтобы, опять-таки, не было присыщенности компьютерной игрой, то есть ограничение было гаджетов. И здесь важно, чтобы поддерживался тот же режим, в общем-то, то есть чтобы ребёнок спал и ложился спать вовремя, и отсыпался, то есть чтобы у него была такая вот насыщенная... Именно режим, не занятия, потому что многие там, да, пишут что-то там, читают, а именно режим. Да, да, да. То есть чтобы мы соблюдали вот режим, как говорится, труда и отдыха, да, чтобы ребёнок мог отдохнуть. А по части заданий дома для многих это большая проблема. Как их выполнять, чтобы и родитель на крик не срывался, и ребёнок с удовольствием это делал? Ну, во-первых, время для занятий домашних, да, выполнения домашних заданий необходимо закрепить вот в том же распорядке дня, чтобы в одно и то же время, желательно именно в дневное время, потому что вечером ребёнок уже уставший, и все эти занятия будут уже для него неэффективными. То есть необходимо, чтобы домашние задания ребёнок выполнял днём. И часть каких-то заданий он может выполнять даже в игровой форме. То есть важно, чтобы ребёнок не ощущал вот этого давления родительского, потому что с любыми заданиями, в принципе, он может справиться. И нельзя делать так, чтобы ребёнок выполнял домашние задания длительное время. То есть они обязательно должны быть ограничены. То есть в пределах часа не более все домашние задания должны быть выполнены. Ну, либо с перерыва. Да. И обязательно во время выполнения домашних заданий мы обязательно делаем перерывы. И перерывы эти должны быть подвижными. То есть игра с мечом, например, да, или какие-то подвижные игры, чтобы ребёнок мог изменить позу, чтобы он мог подвигаться. Это просто элементарно встать, сходить, не знаю, на кухню, попить водички, чтобы какие-то движения у него были. Не чтобы он перешёл к компьютеру и посидел ещё за компьютером, отвлёкся. А чтобы это... движения какие-то были. Да, чтобы он мог сменить позу. Позу, по крайней мере, да. Очень, конечно, хочется, чтобы адаптация у всех детей к школе, к детскому саду прошла успешно. Но если вдруг родителям потребуется совет специалистов, можно смело обращаться в центр сопровождения? Да, можно смело обращаться к нам. Мы теперь переехали. Мы находимся на улице Северной, 36. Всех ждём там. И у нас смелся телефон. Теперь у нас телефон 545-5272. Могу ещё раз повторить. 545-5272. Звоните, записывайтесь. У нас всё конфиденциально, поэтому... Консультации бесплатные. Бесплатные абсолютно консультации, да, в нашем районе. Специалисты, ну, я думаю, вы все слышали, какого уровня у нас специалисты. Конечно, уровня высокого. И давно у нас работают, обучаются сами грамотно. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию, ответили на все вопросы. Спасибо всем, кто провёл своё свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова